МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Александр Лукашенко за непокойный станом справ на Гродно-Азоте. Перспективы развития этого предприемства сегодня мерковывали в Палаце Незалежности. Головное потребование керавника державы – нияких стратных и датационных проектов Украине быть не повинно. Промысловый гигант Гродно-Азот – это целый комплекс по выпуску азотных удобрениям, аммияку, метанолу и иншей продукции. Большая половая ее поставляется для сельгазорганизации краины. Тому стабильная работа Гродно-Азота напрямую связана с эффективностью предприемства Угалины. Однако могутности завода отпрацевали 30 годов, поустала необходность серьезной модернизации. После деталевого обмеркования керавник державы подтрымал обедве, огученные пропановы у Рада, побудовать новый азотный комбинат и параллельно модернизовать Гродно-Азот. Удельниками массовых гуляний у 9 мая у Гомеля стали около 50 тысяч человек. За их маль 25 тысяч пройшли в параде переможцев. Многие удельники шестя принесли с собой портреты своих дядов и прадедов, які змагались за перемогу. Для вечного огня отбылся урочистый митинг, який протягнула насыщенная святочная программа. Усяго в городе у гэтый день працывало больше за 20 забавляльных пляцовок. Завершилось свято у Гомеля малявничим фейерверком. На пляце у целя лядового палаца неба у прихожили 60 залпов. Яны ни разу не были в Беларуси, але за короткий час наша краина стала для их родной. Именно тут семья Азербайджана, дякуючи необъяковым гомельчанам, отшукала могилу родных от человека, які загинули на нашей земле подчас Великой Айчынной войны. 75 годов Чаканни и 2,5 тысячи километров разделяют Баку и Гомель. Светками коронального момента у День Великой Перамоги стали наши корреспонденты. Коли Джавид Аскеров написал в социальных сетках, что марыть найти место гибели своего прадеда, червонармейца Гаміда Абдул-Рагимова, ни на что особливо не сподевался. Безліч водгу, каус пропонувала Абдапамозе, який ее натремал литерально одразу, его вельми уразили. Его прадед зник без весток у 1943 годе на территории Угомельской области. Я всего лишь один раз написал в интернете, что я хочу найти, помогите людьми добрые. И сразу же, вы не поверите, за полчаса я получал столько писем навалом, что все хотят помочь, все куда-то направляют, все хотят помочь. Благодаря нашим товарищам, друзьям из Беларуси, они помогли нам, конкретно помогли, потому что я сам не поверил, когда сказали, что есть такие документы, и есть вера, что вы найдете их. Лист с Баку крану многих необыяковых людей. За справу одразу взялись пошуковики и нескрупулезно доследовали боевые журналы. Высветлилось, что бойцы 39-го стрелкового полка на дату гибели Гамиды Абдул-Рагимова находились в районе Боровой под Гомелем. Эту версию пропрацовали разом с удельниками клуба «Понсовые парусы» гомельского кадетского вучилища. Знойденные известки отправили родному Баку. Абдул-Рагимов Гамид Самид Аглы в 43-м году в октябре месяце в составе 4-й стрелковой дивизии 11-й армии участвовал в освобождении города Гумеля. Несколько раз наши войска пытались форсировать реку Сож, но они, к сожалению, не увенчались успехом. И только, как вы знаете, 26 ноября нам всё-таки удалось освобождить город от немцев. После вот этих боёв азербуржанский боец Абдул-Рагимов пропал без вести. Скорее всего, что утонул в реке, видимо, поэтому не могли его найти. И он считался как без вести пропавшим. Версия оказалась оподсвержена архивными документами. Семья Абдул-Рагимова звернулась в Гумельске райвыконкам с просьбой увековешать имя бойца, вызволителя Беларуси, на одном из мемороялов. В День Великой Перамоги подчас урошистых митингов в Малявнише Месце, урошище Боровая, отбылась церемония ушанования памяти всех похованных тут солдат, и особенно Гамида Самеда Абдул-Рагимова. Великий праздник для всего человечества, праздник, который отмечает почти весь мир, освобождение от фашизма. И вот наша поездка привыкла к этой взятии. Я весьма благодарен всем тем, которые кропотливо, очень упорно искали эти архивные документы вашим землякам, конечно. Это еще раз подтверждает человечность и дружбу между нашими народами, белорусским и азербайджанским народом, который с каждым годом процветает. У нас есть очень большие эти связи, парадские связи. Я еще раз благодарю всех и вас тоже, что вы так активно участвуете в этой церемонии. Дарыша Гамид Самед Абдул-Рагимов был наставником, имел бронь, якая вызволяла его от войскового обовязку. И он отмовился от яя и доброохотно пошел на войну. Он не смог застаться в Баку, коли его сябры, суседи и родные отправились на фронт. Такими же достойными людьми стали и его нашатки. В день великой перемоги яны в першине уступили на Гомельскую землю и пообещали наведывать место похования своего родка в будущем. А беларусам подяковали за ширую и неоценную допомогу. Марина Джала, Александр Харлампо, Телера, Део, Компания, Гомель. Сяуба ранних яровых завершена в Беларуси. Об этом свечить оперативные дадзины Министерства сельской господарки и харчевания. Гэтые культуры Украине плановалось опасеть на площадке больше, чем миллион гектаров. В целом, по информации на 10 мая, сяуба яровых проведена на 2 миллиона гектаров, что складая 80% до плана. У Гомельской области засталось засеять коля 30%. План по сяубе кукурузы в нашем регионе выконаны на 50%. Все летопаде ей отведено маль 300 тысяч гектаров. За пошние 5 годов с карты Гомельской области зник 31 населенный пункт. Такая информация была огучена подчас сегодняшнего эфира открытой студии на радио Гомель+. У основных это тысячи невеликих вёсок, где не засталось ни одного же хора. Вызволенные земли передаются сельско-господаршим предприемствам и у Державный лесный фонд. Разом с тем, сказать об завершении этой работы покуле рано. Практично во всех районах области есть населенные пункты, которые не имеют перспективы. Все ли это только у Державный лесный фонд на Гомельщине плануется передать каля 14 тысяч гектаров. Что тыжится земель с высокой бальностью, то и они будут выкористаны для вырошивания сельско-господарших культур. У великих населенных пунктах, где есть покинутые участки, звычайно створаются мини-парки и малые архитектурные формы. А прочь этого, вызволенные территории можно передавать для выкористания иншим вязковцам. Разом с тем, специалисты землеупродковальной службы звертают увагу. За неэффективное выкористание отрыманной насельницам земли продугледжены штрафные санкции. Как правило, выдается предписание, устанавливается срок устранения нарушений. Если нарушение не устраняется, то возбуждается административное производство. Штраф на гражданина до 20 базовых величин. Если это не возымело действие, то земельный участок может быть изъят. В прошлом году изъято 108 земельных участков на территории нашей области. Сегодня у Гомеля обмерковывали планы по трансграничным супрацовнествам выротовальников Беларуси и Украины при возникнении надзвучайных ситуаций у Полесским радиационно-экологичным заповеднику. На семинар, организованный Гомельским областным управлением МНС, приехали коллеги из Киевской области. Специалистов по ликвидации надзвучайных ситуаций двух краин связывая международный инвестиционный проект ее накерованы на взаимодействие выротовальников при попереджении лесных пожаров и локализации узгораний на забрудженных приграничных территориях. Пожарная охрана, она из пожарной охраны, независимо от государства, которое она представляет. Поэтому сотрудничество у нас происходит постоянно, и обмен информацией, и в прошлом году, например, сотрудники МЧС Беларуси выезжали на тушение пожаров. В Черниговскую область мы стараемся на приклиничной зоне помогать со стороны Чернобыльской зоны и со стороны заповедника Беларуси. Нас устречу запросили так само специалистов Полесского державного радиационно-экологичного заповедника. На его территории будет установлена дистанционная система, которая допоможет худко выявить пожар, спрогнозовать распаусюдживание огню и выкид продуктов горения. В расстоянии 15 километров от черты границы в сторону Украины и в сторону Беларуси будут осуществляться данные мониторинга. Для того, чтобы мы могли в кратчайшие сроки, будем говорить, локализовать пожар и чрезвычайную ситуацию в самом начале ее развития. Инвестиционный проект реализуется в рамках программы территориального супрацовництва Краину Сходного партнерства и финансуется Европейским Союзом. Сегодня распочался 41-й областный взлет конкурса отрада у юных инспекторов дорожного руху. Удельники должны вытримать теоретичный экзамен и продемонстрировать навыки фигурного ввода велосипеда. За ходом споборництва сочать наши корреспонденты. На урочистом открытии 41-го областного взлета конкурса отрада у юных инспекторов дорожного руху 26 команд. Осипера мужцы районных споборництву и представники Бранщины. Гэтая команда выступает паза конкурсам. Ровно про сутки тут же пройдет церемония закрытия взлету. Менавито тады и станет заразумело, ци захавая статус слепшей, рычицкая команда, якая перемагает областным конкурсе уже некальки годов запар. В уголе у этого конкурса некальки головных задач. От пропаганды здорового ладу життя до профилактики дитячого дорожно-транспортного травматизму. У гэтым годзе суделам дятей уже отбылось 8 здареньев, подчас яких 9 неполнолетних отримали травмы. Статистика минулого года больше сумная. В 2017 году на дорогах Гомельской области погибло 5 детей. Конечно же, наша цель – не допустить гибели и травмирования ни одного ребенка. Поэтому этот вопрос будет актуален ежегодно. В основном отслеживаются дорожно-транспортные происшествия по вине взрослых. Но, к сожалению, и дети не соблюдают у нас правила дорожного движения. На протягу двух дзену дельникам конкурсу юных инспекторов дорожного руху необходимо принять удел у шести конкурсах. Самый первый – теоретичный экзамен на ведание правила дорожного руху. Для уделников в возрастовой категории от 10 до 12 годов на 10 пытаний отводится 15 хвилин. Але первый лист с заполненными отказами сдается усяго про с полторы хвилины. Слабых команд на областном взлете конкурсе сдается у вогули неаман. На проконце месяца трапить на республиканский финал в Бресте жадают усе. Урешті на подрахтовку затрачено вельми шмат сил и часу, хоть отриманные навыки лишними не будут у любым выпадку. Што год колькастя автомашин на вулицах Гомельщины павеличывается недзі на 5%. Ситуация на дорогах становится усе більш складанной. Прыгэтым основными порушальниками правила все не з'являюцца дорослые. Яны и худкость перевышают, и пешаходов не пропускают, и дитячая утрымливаючая пристасаванні не заусюды выкористовуюць. У таких умовах на подрахтованных дятей особливые надеи. Выпадки, калі школьники навучаюць правилам дорожного руху своих батьков, выключэнням ужо не з'являюцца. Ну и подготовить таких ребят, которые смогут в дальнейшем обучать своих сверстников. И вот одним из таких ребят являются дети, которые посещают объединение по интересам юные инспектора дорожного движения. Ребята в составе объединения по интересам выступают перед своими сверстниками, перед младшими классами, выступают на родительских собраниях, даже перед родителями. Потому что мы видим, что сегодня далеко не всегда наши даже родители знают, как правильно себя вести на дороге. И дети в этом нам помогают. Олег Синцюру, Олеса Рудянкова, Игорь Марышченко, телерадиокампания «Гомель». Поважать историю, сберегать традиции, исти в ногу с часом и упевненно глядеть в будущую. У Жлобине выбирали лепшие пионерские агитбригады. В областном этапе конкурсу «Запалей вогнища Добрыни» приняли удел каля пау тысячи активистов молодежной организации. Все лето мероприемство присвечено 95-ю годзю пионерского руху. Лепших вызначили у четырех номинациях. Народные традиции, история белорусской земли, а так само сучасность, новые шляхи взаимодействий детских и молодежных организаций Беларуси. Удельники выказывали свои погляды на разные темы. Новая в этом году была номинация «Зерни на нас по-новому». Пионеры рассказали об тем, как можно выкористовывать макчимости интернету и социальных сеток в створении имиджа организации. Сейчас больше возможностей у пионеров, чем раньше. И наша задача – эти возможности использовать и проявлять свои способности. И прям нажать. Лучшие ребята, которые сегодня займут первое место, они непосредственно в День пионерской дружбы 19 мая в городе Минске на открытой площадке в парке Горького будут выступать и бороться за звание лучших республики. Берамошцами областного этапа республиканского конкурса стали агит-бригады Жлобинского, Хойницкого и Мазырского районов. Это иные новины вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.civergomil.by Далее в эфиры «Де-факто» и «Спортивный огляд». Я с вами развитываюсь. Всего доброго и до встречи в эфире. Эфир телеканала «Белару-4» продолжает «Де-факто». В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Украл, выпил в тюрьму. Эти слова из кинофильма «Джентльмены удачи» стали девизом жизни одного из жителей Добружского района. 7 мая, выйдя на волю, молодой человек уже на следующий день опять оказался за решеткой. Неработающий ранее судимый за кражу житель деревни Крупец Добружского района вернулся из исправительной колонии, где отбывал наказание за несоблюдение требований превентивного надзора. 26-летний мужчина, изрядно приняв на грудь, сел не в свой автобус и добрался последним рейсом до улицы Чечерской. Осознав, что это не Добрыш, все равно решил попасть домой во что бы то ни стало. Зайдя в первый попавшийся двор, он разбил стекло автомобиля «Пежо», вскрыл замок зажигания и, соединив провода, угнал чужую машину. Сотрудники госавтоинспекции патрулировали ночной город. Их внимание привлекла иномарка, которая двигалась зигзагами и на ней не было номерных знаков. Милиционеры остановили транспортное средство, но рядом находился пьяный молодой человек. Каких-либо документов на автомобиль он предоставить не смог. При осмотре транспортного средства сотрудник ГАИ заметил, что правое стекло разбито. Об этом факте он сообщил оперативно-дежурную службу. Дежурный проверил все по цепочке. От старого владельца, на котором еще числится автомашина, до нового. Последний в трубку уверенно ответил, что его машина стоит на дворовой территории возле многоэтажки. Милиционеры убедили его в обратном. И, выглянув в окно, мужчина понял, что это не розыгрыш. Машина была задержана на улице Хатаевича возле гипермаркета. По факту совершения кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан. В эту же ночь, но на другом конце города не спалось и еще одному 52-летнему мужчине. Вблизи одного из домов по студенческому проезду в 22.45 дебошир из хулиганских побуждений повредил несколько припаркованных автомобилей. Мужчина задержан сотрудниками департамента охраны. 8 мая работники Гомельского районного отдела по чрезвычайным ситуациям спасли лошадь, которая провалилась в Копань в деревне Старые Дятловичи. Глубина заилинного водоема около двух метров. Животное застряло, и хозяин самостоятельно вытащить его не смог. Спасателями при помощи специального оборудования и инструмента животное было извлечено. Оно не пострадало и ветеринарной помощи не нуждалось. 9 мая в 4-м часу ночи спасатели Рогачевского районного подразделения тушили пожар в квартире многоэтажного дома по улице Октябрьской в райцентре. По прибытию к месту вызова спасателей квартира горела на первом этаже открытым пламенем. Потребовалась эвакуация пяти человек с вышележащих этажей. Хозяйка квартиры на момент возникновения пожара отсутствовала. Огонь был ликвидирован спасателями. В результате возгорания повреждено имущество, закопченные стены и потолочное перекрытие. Пострадавших нет. Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале Беларусь4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Боксеры из Беларуси, России, Украины, Азербайджана и Молдовы соревнуются в Гомеле. Всего в открытом областном турнире, посвященном Дню Победы, принимают участие 70 спортсменов. Эти состязания входят в календарь Европейской конфедерации бокса. За ходом боев следит супервайзер организации. Ему после предстоит дать оценку организации турнира. Я бывал уже у вас на турнирах и бывал и в Гродно, и в Минске был на турнирах. Уровень, уровень, уровень бокса очень хороший, организация тоже достаточно хорошая. Поэтому такие турниры проводите и надо проводить их и дальше. Место в международном календаре гарантирует высокую конкуренцию. Проходных поединков на турнире точно не будет. Представительство более чем серьезное. Победители получат звание мастера спорта. Правда, дойти до медальных поединков молодым спортсменам будет нелегко. Атлетов с высокими званиями и множеством регалий в сетке турнира с избытком. Но, как известно, стать лучше можно только сражаясь с более сильным соперником. Такого кворума спортсменов международного уровня у нас еще не было. То есть, это у нас здесь два заслуженных мастера спорта, более 10 мастеров спорта международного класса и 29 мастеров спорта. У нас даже участвует одна призерка Олимпийских игр и одна участница Олимпийских игр последних. Поединки открытого областного турнира, посвященному Дню Победы, проходят в зале бокса областного центра Олимпийского резерва единоборств. Полуфиналы состоятся завтра. Начало поединков в 15.00. Бои за золото стартуют 12 мая в 11 часов ровно. Баскетбольный клуб Гомель Сош узнал соперника в серии за третье место чемпионата Беларуси по баскетболу среди женских команд. За бронзу гомельчанки будут бороться с Олимпией. В решающем матче полуфинала Гродненская команда уступила столичному горизонту 82-86. Отмечу, что Сош в нынешнем сезоне уже выиграл у Олимпии одно бронзовое противостояние в Кубке страны. Серия до трех побед стартует двумя поединками в Гродно 12 и 13 мая. За золото борьбу поведут две столичные команды ЦМОКИ и Горизонт. В Гомеле завершился чемпионат областной организации спортообщества «Динамо» по гиревому спорту. В состязаниях приняли участие атлеты 10 правоохранительных ведомств. Всего 35 человек. Триумфально выступили гиревики областного управления МЧС. спасатели собрали полный комплект золотых наград, победив во всех весовых категориях. В общем зачете им, естественно, также равных не было. Второе место заняла команда военно-транспортного факультета Белгута. Замкнули тройку сильнейших сотрудники областного управления департамента охраны. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь-4.